Добрый вечер. Я очень рад, что вы тут, я слушаю вас уже. И многое, если бы я знала вас раньше, то... Раньше, просто понимаете, годы прошли, годы прошли, и уже поздно. То есть, вы опоздали уже, как бы, возраст, ну, меня знать. Вот, а если бы раньше, конечно, было бы лучше. Ну, возраст, что делать. Я вам просто работаю. Я не поздно работала на очень хорошей работе. Но как это случилось, что я работаю? И для меня, знаете, если чем работа, то это работа неизвестно. По сравнению с твоими временами, я знаю, что вы можете работать на этот процесс. Вот, работа, который мы дальше, а не будет так резко. Какая у нас работа была? Да, работа на государство. А, вот, семья. Здесь нужны связи, отношения. Здесь все, что связано с государством, нужно уважение старших, нужны отношения, нужен социальный статус. Но ту работу, насколько я понимаю, вы попали благодаря родственникам. Так? Как-то связано с друзьями, родственниками. А эти люди, они остались с вами в отношениях или нет? Вот, вот, видите, вот в этом причинах. То есть вы потеряли вот эти связи, которые вас туда вывели. Вы управленец по природе. То есть вам нужно жить и работать в структуре управления, в структурах управления. Но, понимаете, для того, чтобы работать в структурах управления, для этого нужны отношения. То есть это определенный тип жизни свой. В этом социуме надо быть. И вас должны рекомендовать, кто-то должен рекомендовать. Вот тогда вы попадаете в такую должность. То есть нужно в рентгерстикальные отношения. Какая у вас социальность? Я работаю на седу. Я работаю на решение по дипломатии. По дипломатии. Вы, то есть, переводили в какие-то конференции, там, еще чего-то? Я организовываю. Организовываю. Как секретарь работаю, да? Я работала на протоколе, принимала гостей. Принимала гостей. Организовываю. Организовываю мероприятия, программы. Кому нужен человек, который принимает гостей, организовывает программы мероприятия? Здесь есть такой человек? Нужно на работу такого человека, который поорганизовывал программы, принимал гостей. Вам нужен такой человек. Да? А вы можете быть таким человеком. А мы ищем наоборот того, кто бы принял на работу. Ну, видите, судьба не улыбнулась вам. Здесь нет такого человека. Что случилось? Я сейчас объясню, что случилось. А для того, чтобы что-то получить, нужно быть в этой среде. Допустим, рыба, чтобы получить свою рыбью жизнь, она должна плавать в воде. Но вы вышли из воды. Ну, то есть вы попали в другую среду. В ту среду, где нет тех, кто бы вас взял на работу, вас представил. Понимаете? Всегда вот в таких случаях, когда человек работает организатором, его всегда... Ну, невозможно... Часто очень сложно устроиться на работу просто самой. Для этого нужно, чтобы кто-то тебя рекомендовал, представил. Понимаете? То есть вас некому рекомендовать. Ну, я не знаю, я рекомендую, что я не могу, ты сын же. Ага. Так. Мы замужем? Ну, вот надо об этом поговорить. Надо бы поделиться, а ну, что у вас не хватает силы. У вас нет опоры жизни. Как бы нет внутренней силы. Вот, допустим, мужчина для того, чтобы сражаться, ему нужен меч там, или, допустим, ружье. Ну, то есть это его сила. А у женщины сила – это мужчина. Ну, если она опирается на какого-то мужчину, она такая, как бы, становится статусная, влиятельная, у нее есть сила. А у вас как будто нет опоры в жизни. Понимаете? Ну, положитесь в личную жизнь, вы красивая, разумная. Я могу сказать, я знаю, да. Вам очень хорошо быть одной. Так хорошо. А может, и все такие, как бы, с ними опасно связываться. Вам надо переломить себе вот эту вот любовь к одиночеству. Переломить себе вот эту любовь к тому, чтобы вот одна, хорошо одной. Нужно сказать себе, все, хватит жить одной. Нужно кому-то жить для кого-то, для какого-то человека. Неправильно женщине жить одной. Для кого-то надо жить. Все в мире хорошо. У вас все супер просто. Знаете, что я вам посоветую? Выходите на какие-то мероприятия, где собираются люди, вот, ну, управление. Допустим, какие-нибудь вечеринки, там, концерты, где вот много людей, которые, как бы, ну, и, может, кто-то с вами познакомится, там. Потому что, по вашей сумме, вы должны выйти замуж за человека, который чем-то управляет, и он бы вам помог так же и в деятельности. Не сидите дома, как мышцы. Начните социальную жизнь. Идите себя так, чтобы вас было видно. Вы же, ну, влиятельный человек, как девушка. Можете повлиять. Поэтому нужно вот так организовать свою личную жизнь, стать сильной. И через это потом найдете работу. Вообще, такие вещи происходят из-за плохих периодов. Вот у вас был плохой период, такое одиночество. Он вам помог развиваться, там, и так далее, как личность. Но он уже заканчивается, уже пора эту одинокую жизнь заканчивать. Вот кто может помочь этой девушке? Есть люди, которые более влиятельное общество ввести, чтобы она там могла как-то в управление, какие-то там, в свою тарелку завести, так сказать. Ну, Бог вам поможет. Спасибо. 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 Спасибо.